Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, и мы с вами сегодня будем изучать, как можно применить в садовых делах такой всем известный сорняк, как чистотел. Многие знают его как первейшее средство для лечения бородавок, но на самом деле свойства у этого растения гораздо более интересные. Оно ядовито, и ядовито не только для нас с вами, но и для насекомых. Из-за того, что в его листьях находятся различные алкалоиды, оно токсично для огромного спектра насекомых-вредителей, начиная от тли и заканчивая различными гусеницами, например, гусеницами капустной белянки или капустной бложки, и даже листоверток и прочих листогрызущих насекомых. Так как можно использовать чистотел для защиты наших садовых, декоративных, плодовых, ягодных с максимальной пользой? Народный опыт подсказывает, а он очень многолетний, что использовать можно очень даже по-разному. Например, в виде опудривания сухим чистотелом. Для того, чтобы приготовить данное зелье, понадобятся высушенные листья чистотела, которые перетирают, и уже этим перетертым порошком опудривают листья капусты, редьки, редиса, других растений, на которых поселилась тля или на которых нападают различные капустные бложки. Для того, чтобы оно действовало более эффективно, порошок чистотела можно смешать с древесной золой в отношении один к одному. Только не забудьте ее просеять. А для того, чтобы эффективность еще больше возросла, перед тем, как опудривать растения, полейте их из лейки или из шланга водичкой. На смоченных листьях полученный порошок очень хорошо закрепляется. Но гораздо большей популярностью у наших садоводов, приверженцев экологически чистых способов борьбы с насекомыми, является приготовление различного рода настоев. При этом все токсичные вещества, все алкалоиды переходят из растений прямо в раствор. И в дальнейшем этот раствор мы уже используем для опрыскиваний и полива. А оказывается, содержащиеся в нем вещества очень негативно влияют и на проволочника, и других вредных насекомых, живущих в почве. Поэтому таким настоем можно проливать землю перед посадкой или в тех случаях, если под кустами той же земляники завелся проволочник. Кстати, в этом же растворе, настое, можно выдерживать и луковицы различных наших декоративных растений. Лука перед посадкой, это тоже отпугивает различных вредителей. Ну или, выдержав два часа в этом растворе, просушить и заложить на хранение, для того, чтобы трипсы и прочие вредители не испортили за зимний период. А как правильно приготовить настой? Для этого нам понадобится трава чистотела, свежая либо сушеная. Соответственно, если мы берем свежую, на 10 литров раствора нам понадобится порядка 3-3,5 килограмм свежего чистотела, либо 300-400 грамм сухого порошка. Лучше всего использовать, кстати, чистотел в состоянии цветения. Именно в эту фазу роста и развития растений содержание в нем алкалоидов максимальное. Собранную траву мы аккуратно измельчаем, укладываем в ведро и заливаем водой. Можно использовать как горячую воду, так и холодную. Но только помните, что если вы заливаете горячей водой, то срок настаивания исчисляется иногда буквально несколькими часами. А если залили обычной, прохладной, либо теплой водой, то настаиваться такой раствор должен не менее суток. После настаивания, когда раствор приобретет коричневый цвет, мы его отцеживаем и применяем по назначению. Будь то опрыскивание, или полив, или замачивание луковиц. Вот такой вот нехитрый способ превратить злостный довольно-таки сорняк во вполне приличное растение, полезное для каждого садовода. Поэтому, я думаю, многие из вас задумаются, стоит ли его удалять полностью с огорода. А может, стоит оставить кустик для того, чтобы попробовать, как оно справится с тлей или гусеницей капустной белянки. Поскольку чистотел растения токсичное, ядовитое, при работе с ним обязательно используем перчатки, когда нарезаем или отцеживаем. Желательно, конечно, и одежду с длинным рукавом, чтобы не допускать попадания ядовитого сока на кожу. Особенно осторожными нужно быть в том случае, если на коже есть повреждения, ранки, царапины, либо порезы. Ни в коем случае не допускайте, чтобы сок на них попадал. А если попал, обязательно смывайте тщательно с мылом и водой. Применяйте народные средства, но применяйте их с умом и применяйте в том случае, если насекомых вредителей немного. А также помните, что применять их нужно часто. И тоже выдерживать свой срок ожидания. Дело в том, что фрукты и овощи после применения чистотела нужно обязательно хорошо мыть, чтобы смыть вот эти все токсины. С вами была Юлия Кондратенок. Смотрите наш канал, подписывайтесь, задавайте вопросы, предложения, а мы постараемся их выполнить. До новых встреч на нашем канале. Процветания вам и вашему саду.